приветствую вас мои хорошие на канале в гостях у заводчика корги воплощение мечты утренний кофе заводчиком корги мои хорошие у меня сегодня был странный сон страны я конечно подозреваю чтобы это могло значить то есть такое предчувствие ну конечно я не могу знать наверняка как именно до в какой именно ситуации это отыграется но вот общее общее представление да как бы общий смысл я понимаю о чем это о чем странный сон не поверите мои хорошие вот то что называется да казалось бы но не ко времени да вот тут самим быть бы живу но тем не менее тем не менее такой сон у меня есть полное ощущение что ситуация знаете как будто бы я вот наблюдаю со стороны эту ситуацию это ну какой-то россии территория россия четкое ощущение территории россии люди вокруг вот россияне разговоры какие-то вдруг что-то происходит какое-то ну как какое-то чп что-то знаете такое что-то паника какая-то какая-то паника люди бегают бегают суетят страх у людей страх и они знаете они в таком ощущение отчаяния и знаете как ну не в состоянии когда люди помогают друг другу да вот что-то случилось и они помогают они знаете вот как толпа которая вот в поиске спасения прям вот затаптывают затаптывают друг друга знаете но паника паника и и вот в этой толпе похоже что кто-то упал кому-то плохо знаете кто-то вот в этой толпе кого-то затоптали ну как и так случилось что человек да человек лежит и он в толпе вот в этой толпе вы перепуганных людей и вдруг я слышу голос отчетливый я не вижу кто это говорит но отчетливый голос выкликайте швидку болюдыни злая четко понимаете именно украинские до какой-то вот украинским языком новую мовы вы понимаете то четко вот так вот выкликайте швидку болюдыни злая я понимаю что где-то где-то вот в этой толпе украина сама украина не человек уже не вижу человека украина которая вызывает о том что кому-то там плохо кому-то из этих россиян плохо россии самой в принципе символ до им плохо и им им нужно помочь потому что им тут нужна помощь тут нужна помощь люди тяжелый человек оказался тяжелая ситуация я понимаю что это человек это символ принципе российского народа а вот этот голос до выклыкаете швыдку это как бы символ украины я понимаю что судя по всему близится время я все понимаю моих вот я все понимаю что вы сейчас скажете это будет я просто зная знаю эту историю со своими снами я знаю как это все происходит это будет когда то ли это будет гуманитарная какая-то катастрофа то ли это будет нас такой террор жуткий до который в 21 веке невозможен относительно своего же народа населения но это будет что-то такое когда сами россияне кажутся настолько жутких обстоятельства страшных что именно украина будет взывать о том что этим людям простым ну просто людям нужно помогать либо они будут помогать либо гуманитарная по я не знаю как это отразится отыграется мои хорошие ну это явно понимать это явно в этой всей толпе перепуганной только один здравый голос был абсолютно спокойный и ровный выклыкаете швыдку бы люди не злы и и но это все в россии понимаете вот такой сон и я проснулась я была под странным ощущением хожу думаю господи что я пыталась вспомнить что было в начале потому что я очень четко запомнила вот тут это вот этот толпу как бы да вот они сжимаются над этим человеком и этот голос но начало сна я уже подзабыла что же там почему это толпа что они там хотели что там происходило но этот понимал помать и как ну какое-то вот что-то такое какое-то чп что-то пучит куда волнение людей такой сон такой сон я знаю что он неспроста не бывает просто так сну я понимаю что на сегодня нам кажется что хайваны там горят и я первое говорю пусть они горят там в аду и тем не менее будет так мои хорошие когда украина начнет оказывать помощь россиянам это время не за горами как бы ни казалось это абсурдно но так будет как именно как именно это случится что именно произойдет до какой ситуации и не знаю но абсолютно я уверена в том что будет так что именно украина будет с некой гуманитарной миссией относительно россиян вот такая херня малято такой сон такой сон поживем увидим будем наблюдать что вы об этом думаете чтобы это могло значить вы поймаете вот этому человеку было плохо люди даже не понимали что делать они были в растерянности как будто бы я вообще не понимают что когда человеку плохо нужно скорую вызывать или помогать ему они знаете какие-то растерянные как какие-то не меняшки вот они собирались просто толпа вот эта толпа они не понимают что вот они же его затоптали ему же плохо да нужно спасти человека они не понимали никто никак не реагировал не помогал да ничего просто знаете какие-то блин странное такое но состояние толпы перепуганной толпы и этот голос вдруг да вот такой голос так четкий такой на это выклыкает и швыдку удивительный сон конечно я понимаю я понимаю я знаю все это время я знаю что в россии начнутся волнения неповиновения вот там могут быть жесткие репрессии это будет ужасно собственных людей скорее всего это власть будет брать собственных людей в заложники когда уже никаких бонусов козырей не останется да никаких чем еще до чем апеллировать и и атомная ядерная то это оружие уже будет не актуально но уже не актуально не уже заткнулись помаленьку да и войне проиграют и нет у них уже никаких козырей а власть и сохранять нужно да важно потому что ну иначе ну все подыхать иначе потому что они убежать некуда и что останется останутся только собственные люди народ большом количестве которого можно взять заложники по сути да а плаксивы и жалостливый запад как-то их будет жалеть и ради того ради спасения их жизни будет идти на какие-то уступки возможно это вот какой-то такой сценарий будет отыгрываться но как именно конечно я пока не знаю этого но мои хорошие я просто давайте сегодня зафиксируем да вот этот сон как явление и придет время и мы проследим до про на ли сможем проанализировать как это отыгралась какой ситуации что же случилось по факту да интересно когда это отыграется потому что у меня какое-то ощущение что это это скорая ну понятно не завтра но это скорая это это в скорости это не нужно будет ждать годами нет нет мои хорошие такая история такой сон есть ощущение что он вещи потому что я как-то так не могу себе толком знаете место найти ну вот есть ощущение опять ощущение именно вещего сна и сидела сидел мать отыгрываться может интересной форме вот как вот только у меня было да с собаками мне приснилось что я спасаю щенка до делаем искусственное дыхание оживляю щенка по факту мне пришлось спасать симу из драки собачьей но так и случилось именно одну собаку я спасалась драки точно как во сне да только там щенка но это же сон этот образы вот они вот такие и вот смотрите то есть тут вот эта ситуация когда спасают одного человека в этой толпе я понимаю что это говорит как бы она о народе о российском народе может быть какая-то часть может быть знаете может какой-то район административный да там что-то такое же жуть какая-то случится или это касается ли это всего народа или какое-то там какого-то региона возможно который там что-то случится какая-то может быть катастрофа или это самовласть как-то будет людей сжимать вот я не понимаю что именно да что должно произойти но я понимаю что это будет что-то жуткое Когда люди будут растеряны, не будут сами понимать, что делать и как вообще спасаться. И именно Украина будет каким-то образом помогать или взывать к помощи. Ну вот что-то такое, это 100%. Но сама ситуация, конечно, интересная и интересно, что должно произойти. Но это явно страшно, потому что люди были испуганы. Они, знаете, они вот мечутся, много людей мечутся, они как перепуганы, не понимают люди. Знаете, когда что-то случается, вот пожары, все понимают, там нужно бежать к выходу, да? Наверное, понимают, наверное. А здесь люди не понимали, а что делать? А что делать? И вот они мечутся, 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 и вот этого человека тупо свои же затоптали просто. Вот он упал, может, ему плохо стало, его затоптали. И вдруг украинский голос, украинский, выклылкает и швыдку. Вот такое, представляете? Я в шоке, я проснулась в таком ощущении. Ух ты ж, ух ты ж. Захотела сегодня с вами поделиться, потому что это интересный сон. Это интересный сон. Такая история, такая история. Мои хорошие, мы сегодня с вами обязательно увидимся. У меня есть дела. Ну, сюда ближе к обеду я обязательно выйду. И у меня есть планы на парочку интересных раскладов. Не прощаюсь. Приходите на канал, не теряйтесь. Люблю, целую. Ваш заводчик Оргия. Обязательно с вами увидимся. Напишите ваше мнение. К чему бы это и что это может быть? Очень интересно.